День добрый, это Игорь Виттель, это Продокс с Игорем Виттелем, телефон нашей студии 6510-996, код города 495, а я сегодня беседу с моими гостями, российских чиновников. В студии у меня Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа компании ВБК, и Юлия Несневич, профессор к асферополитологии высшей школы экономики. А к чему мы говорим о чиновниках, напомню, что компания ВБК выпустила некий рейтинг оторванности чиновников от народа. То есть, насколько я понимаю, Игорь сейчас расскажет об этой методике, замерялась средняя температура среди чиновников, то есть зарплата, и смотрели среднюю зарплату по региону. Да. Ну, чтобы я не пересказывал этот рейтинг, на самом деле, рейтинг, мы понимаем, что это информационный повод, я бы вообще хотел поговорить о чиновниках, как нам от них избавиться. Да, эта идея у нас родилась, на самом деле, когда, три года назад, это третий рейтинг, сейчас уже можно говорить о какой-то динамике, идея очень простая, действительно. Ну, вот, известный, и это официальный, это наш был принципиальный подход. Мы по официальным данным только сравниваем, потому что сразу же начинают говорить, и не без оснований, что у чиновников помимо зарплаты есть другие доходы, есть, конечно. Конечно. Но мы берем то, что дает Росстат, средняя зарплата в регионе, в таком-то, сколько у чиновников, и сколько средняя зарплата в этом регионе. Соответственно, одно делите на другое, получаете, как соответствуют эти зарплаты. На мой взгляд, получается абсолютно бессмысленный, ничего не отражающий рейтинг. А, ничего подобного. Значит, здесь исходная посылка состоит в том, что, ведь никто, наверное, не будет возражать, чтобы зарплаты были у чиновников большие, даже очень большие, но при одном условии. Если они будут выполнять свою работу. Если, да, чтобы выполняли свою работу, а это означает, чтобы экономика развивалась в регионе, и чтобы люди тоже имели достойную зарплату в этом регионе. А там, ну, хоть миллионная зарплата, ради бога. Так, значит, насколько я понимаю, по этому рейтингу, самая высокая зарплата у региональных чиновников в прошлом году была в Ямало-Ненецком автономном округе. Это так. 125 895 рублей, а самая низкая в республике Дагестан. 22 671 рубль. То есть, насколько я понимаю... Вот, Юрий Анатольевич, вам о чем-нибудь эти цифры говорят? Кроме того, что в Ямало-Ненецком холодно и там доплатят. Не надо дуть в микрофон, потому что это все идет в эфир. Я понял, да. Нет, я так тяжело вздохнул. Это я не дул. Дело в том, что на самом деле цифры, конечно, что-то говорят, но говорят не о том. Я понимаю позицию статистики, которая берется по официальным данным, но у меня всегда есть такое отношение к любым статистическим исследованиям. А вы, ребята, чего проверяли? Вы какую гипотезу хотели проверить? Просто посчитать? Замечательно. Но если вы хотите что-то проверить реально, значит, сформулируйте, что вы хотите проверить, а потом считаете. Но, видимо, в данном случае хотели проверить, действительно ли чиновники в Ямало-Ненецком автономном... Или Ненецком, как я имею в виду. Ненецкий. Да, Ямало-Ненецком автономном округе работают эффективнее, чем чиновники в Дагестане. Не, не, не. Вот я не думаю, что, Игорь, у вас была такая задача насчет эффективности. Как соотносятся? Я говорю, посылка, она простая. Не могут заработные платы чиновников отрываться сильно. И, кстати, весь мировой зарубежный опыт об этом свидетельствует. Мы смотрели по некоторым сторонам. От средней заработной платы в этом регионе. Потому что, естественно, то, что имеют чиновники, даже в виде заработной платы, они же имеют... Потому что люди работают в этом регионе. Да, ну. В том числе. Да, именно так. Во всяком случае, так должно быть. И вот никакого отрыва в небеса, в разы и в разы, не должно быть. Это надо было просто проверить. И это соотношение... Так хорошо, тогда поясните, вот по-вашему, что в Ямало-Ненецком автономном округе просто существует чудовищный разрыв. Правильно я понимаю? Нет. Не, не, не. Просто это очень богатый округ. Там и средний высокий, наверное. Конечно. Конечно. А, во-во-во-во-во-во. Средний там тоже высокий. Да, я не прав. Тюменская область, за исключением Хантамансийского, где зарплата чиновников более чем в 2,3 раза превзошли среднюю зарплату. Нет, это понятно. Это понятно. Вопрос, вот понимаете, я бы, если бы меня спросили, как проверить отрыв чиновников. Не только отнесение, а вообще отрыв. Есть более простая схема, на самом деле, которая не через зарплату делается. Мы давно, кстати, такая идея бродила, что уровень развития региона, у него есть две очень такие чувствительные характеристики. Это средняя стоимость жилья и машины. Вот если бы взяли ту же самую статистику, она тоже существует. И посмотрели, среднюю стоимость жилья и ту стоимость, жилья, которую имеют чиновники, они ее декларируют, кстати. И то же самое с машинами. Я думаю, что там результаты были просто бы вот не с измерением. Вот это бы доказало отрыв чиновников. Значит, вы просто, в теории это, да, на практике. Но как вы по всем регионам, среднюю стоимость жилья, чиновников. Так нет, я же не говорю, что это просто делает, Игорь, миленький. Ведь всегда проще сделать то, что открыли справочник Росстата и посчитали. Это не просто проще. В этом и преимущество, что это даже по официальным данным. Понимаете, это не просто проще. В этом преимущество. Потому что сразу же, когда начинают возражать. Да я не возражаю. Нет, я в данном случае не о вас. Приходится отвечать. Так это же официальные данные. Вот и все. И все. И люди... А никто не верит нашим официальным данным. А других статистиков у нас нет. Вы мне лучше расскажите, дорогие мои, как заставить чиновников работать. То есть, насколько я понимаю... Вот, знаете, зарплаты чиновников меня интересуют достаточно мало. Если вы мне хотите доказать, что чиновник, чем больше получает, тем меньше он ворует, я боюсь, что... Нет, нет, не так. Это совершенно не так. Но Игорь, видимо, на это намекал, что мы не против, чтобы чиновники получали большую зарплату, но при этом работали. Ну, а кто против этого будет возражать? Все будут говорить, получаете большую, но только работаете. Против этого невозможно возражать. Может, мне проще как бы побеседовать на тему отрыва... О, тут, кстати, пришло от Константина вопрос. Забыли ли вы посчитать монетизацию льгот чиновников? Я еще раз повторяю. Значит, здесь уже монетизация, вернее, еще монетизация в 2012 году не произошло в той форме, которую ее сейчас хотят проводить. Да, ко мне это еще монетизация не проводила. Поэтому это официальные данные. Еще раз, лучше расскажите мне, как заставить чиновников работать. Какой размер чиновничного аппарата нам нужен? Вот мы вчера тут с профессором Сониным подрались практически за Маргарет Тэтчер. И о спорах о том, что же губило Англию до Тэтчер. И как раз речь зашла о чудовищном бюрократическом аппарате. И вообще о взглянии чиновников на жизнь страны. И о профсоюзах в том числе мы говорили. Ну вот, мне кажется, что наши чиновники, наш бюрократический аппарат, это то, что страну один из самых таких тяжелых камней. И обсуждать надо не их зарплату, а как эффективно перестроить этот аппарат. И вот это вот поставить в угловую угла. А зарплаты, мне кажется, тут уже вопрос второй. Значит, обсуждать надо все. И зарплаты в том числе. Что мы тоже и делаем. Игорь, короче, как нам обустроить Россию? Как нам избавиться от этого чиновничего бюрократического германа шеи страны? Что-то если пафосно заговорить. Это, видимо, тяжелое наследие Маргарет Тэтчера на меня вчерашнего. Вопрос немаленький. У нас времени достаточно. Достаточно, да? Тут надо сделать массу чего. Начиная от того, что желательно. Да, нежелательно. Это обязательно условие. Оздоровить мотивацию. Это как? Да. Вот сейчас я перевожу на более простой язык. Когда чиновник коррумпированный, когда, ну, извините уж, некоторые банальности придется сказать. Когда он нацелен на одно, да? И его не очень-то волнует размер заработной платы. Вот невозможно представить, чтобы такой чиновник работал эффективно. Более того, ему даже времени нету, знаете, думать о деле. Он думает о другом. Если он получил, значит, тот объем финансирования. Кстати, я же работал достаточное количество лет на госслужбе. Знаете, очень показательный. Вот я еще только вот пришел, а тот начальник, который уходил, подразделение, он решался с ним вопрос. То ли он останется у меня там советником, то ли нет. Вот первый его вопрос был, я тогда не понял, а каким объемом средств ты будешь распоряжаться? Вопрос ресурсов. А какое это винасношение? Ну, молодой человек был. То есть, вот чем ты распоряжаться будешь? Ну, понятно, почему такой вопрос был. И когда, собственно говоря, мотивация такая, вот мозги туда направлены, да? Сколько здесь? Здесь 20-30 процентов, а здесь и 70 можно получить. Тогда уже не до эффективности. Тогда интересы дела уходят на пятый-десятый план. Это я прекрасно понимаю. Так как нужно сделать, чтобы вы это не интересовало? Вы хотите, чтобы я, как коррупцию еще, поворачиваю? Ну, он тоже неплохо. Он исполняет достаточно времени. Может, я хочу услышать, Игорь, вашу президентскую программу. Двинем вас к президенту. У нас часто любят повторять наши высокопоставленные чиновники, приводить, в пример, Сингапур, Ливанью. Ой, там все по-другому. Это... О, это... Подождите. Это мой любимый, да. Это мой любимый, да. Ну, тогда вы меня, надеюсь, поддержите. Да, и даже иногда упоминаю, что первый принцип — чистая центральная власть. Но почему-то, когда доходит до дела... Первый принцип Ливанью был посадить ближайших двух друзей. Нет, чистая центральная власть. И посадил, кстати. Но, кстати, это вот... Не работает, потому что, например, в Китае и сажают, и расстреливают. Да, чистая центральная власть. Отсюда. Там другая власть. Какой вывод? Надо начинать с себя. Вот и все. И это красная линия. Знаете, не надо бороться так вот по всем фронтам. Если госслужащий, то все эти... Ну, я, конечно, сегодня, как Михаил Сергеевич Горбачев. Вы жестикуляцию имеете в виду? Начни с... Нет, начни с себя. Я же извинился, что некоторые банальности придется сказать. Но после выпуска новостей, если не возражаете... Ну, что ж, продолжим нашу беседу. Напомню, беседуем мы о том, как нам обустроить Россию, то бишь без щедовников. В гостях у меня Игорь Николаев и Юлий Несневич. Юлий Антольевич, ну, расскажите мне все-таки без горбачевских заходов, что начать... Ну, я, пожалуй, соглашусь с Игорем в том, что надо менять. Я бы только сказал, не мотивацию. Надо менять у них ценностные установки. Потому что ценностные установки, они дают мотивацию для того, чтобы люди шли на службу. Вопрос только заключен. Для меня, я могу долго на эту тему рассуждать, но если мы говорим о практической плоскости, то я сегодня стопроцентно уверен, что мотивацию тех чиновников, которые уже существуют, поменять невозможно. Вот это... Вот за эту бы задачу я бы не взялся до конца. Я с Игорем согласен, что там не все это с этим... То есть мы полностью должны весь чиновничий аппарат, который сейчас... Ну, надо менять его целиком. Ну, не целиком, но, во всяком случае, на определенном уровне, принимающем решение, его надо менять. Вот это... Вот для меня тут нет сомнения. Я не говорю, что всех. А где новых-то взять? А это не вопрос. Вот понимаете, это классический вопрос. Где взять новых? У нас что, людей в своем уме не хватает? Боюсь, что да. Да нет, хватает. Я понимаю наш... Ну, то есть дефицит. Нет, дефицит может дефицит, но нам, во-первых, а, не нужно... Вот посмотрите, по последнему... Ну, по моим данным, по тому же Росстату, то, что я смотрел, у нас около, там, миллион семьсот тысяч чиновников, я имею в виду, и муниципальных, и... Это всех-всех-всех-всех. Всех-всех-всех. Декларация... Ну, это подтверждается тем, что декларацию сдавали вот последний раз уже полтора миллиона. Вот ни в одной стране мира такого соотношения просто не бывает. Вот вы вспомнили Маргарет Тэтчер. Одна из идей, которая, кстати, вот в реформе так называемого нового государственного управления, которое Тэтчер проводил, это как раз было потому, что государство стало неэффективным, оно стало очень дорогим, очень много оказалось чиновников, и при этом государство взяло на себя функции обслуживания все, и оказалось очень неэффективным. Поэтому чиновник не может быть эффективным с точки зрения выполнения всех государственных услуг. И когда их очень много, бесполезно, они плодятся как... Вот, так сказать, вот естественные прибыли их происходят, потому что когда кто-то приходит на какое-то место, так как у нас построена система, начинает работать система, а я зову с собой тех, кто будет со мной работать в команде. И дальше начинается вот это вот размножение совершенно дико. Это, кстати, немножко отличает эту ситуацию в Советском Союзе. Значит, здесь надо прежде всего понять, что надо проводить чистку обувь и конюшн. И нам нужен пятый подвиг Геракла. И тут мы ничего с вами не придумали. Тут нам опять Осип Виссарионович придется воскрешать. Нет, никого не надо стрелять. Вот я вас умоляю, вот не надо, Осип Виссарионович, никого стрелять не надо. Извините, потому что вы хотите сказать, что полтора миллиона чиновников добровольно покинут свои... Нет, их просто надо уволить. На самом деле... Я думаю, что около полумиллиона ко минимуму. Ну, мне трудно тут соотношение посмотреть. Значит, полмиллиона чиновников мы выбрасываем на улицу. Мы не выбрасываем, мы их увольняем. Ну, конечно, нет. Мы их имя-то что выбрасываем? А куда их? Ну, это вот... Вот это уже вопрос... Нет, ну что, надо сажать на вэлферы, как бы... Нет, нет, нет. Никаких золотых парашютов, я вас умоляю. Никаких золотых... Нет, вэлферы это не золотой парашют. Это как бы все-таки какой-то минимальный... Нет, ну если они у нас... А куда они денутся? Ну, если они у нас такие... Ой, знаете, они найдут куда деться. Вот давайте за них не беспокоиться. Вот то, что вы тут только что обсуждали, что когда человек приходит на госслужбу, Игорь правильно рассказывал, я с одним замминистром, он говорит, мне нужен год, чтобы наладить какие-то связи, так сказать, создать некую собственную платформу. А дальше мне уже неинтересно. Они уже давно создали себе это с этим... Там, туда, куда они уйдут. Вот за них, пожалуйста, не волнуйтесь. То есть как бы это вот такое вот безболезненное десантирование... Да, я не предлагаю никаких репрессий, упаси бог. Это вообще бессмысленная история. Я предлагаю, конечно. Или наверняка предлагают. Ну что ж, вы так думаете. Нет, репрессии надо, понимаете, если вы хотите... Разве я на кровожадного какого-то получил? Нет, если вы хотите... Я не против того, чтобы шли судебные расследования, только если кого-то надо наказывать, то извините в судебном порядке. Они вот в тройке, и, так сказать, сталинщины, и вот это. Вот это не дай бог сделать, потому что тут начнется совершенно обратный процесс, и это мы прекрасно понимаем. Второе, надо менять систему кадрового подбора. А куда, кстати, при Маргарите Тэтчерта делись сокращенные чиновники? Ушли работать в частный сектор. В шахтеры. В шахтеры они не... Там шахтеров 20 тысяч... Вы лучше мне на больную мозоль не наступайте. Не трогайте его. Не трогаем. А то я буду не остановлюсь, когда шахтеров английских упоминают. Так что тут... Вот мы понимаем, тут есть один действительно такой очень серьезный вопрос. Вы все время меня на него провоцируете. Вы говорите, да, мы этих людей, так сказать, в чем-то поражаем в правах. Извините меня, но эти там миллионы или полтора поражают в правах 100 миллионов граждан. На сегодняшний день. То есть вы считаете, что существующий чиновничий аппарат поголовно бессмысленно? Исправить его невозможно. А с какого уровня примерно? Я вот тут, насколько я понимаю, я думал, это с уровня принятия решения. А у нас на каком уровне принятия решения? Ну, это в разных, видимо, структурах по-разному. Но я думаю, что это где-то на уровне начальников департамента, вот замначальников департамента, если о федеральной власти говорят. Давайте вот на эту проблему, сколько оставляем, сколько увольняем, я думал на эту тему. Я бы рассказал, что тысяча... Ну, а что делать? Я говорю, это правда, это действительно проблема. По моим подсчетам, это около тысячи человек. Я думаю, что больше не знаю. Я сейчас скажу, откуда у меня эта цифра получилась. С удовольствием. Значит, это те чиновники, которые назначаются или освобождаются решениями, соответственно, президента или председателя правительства. Поэтому, когда я говорил... Что не совсем так? Сейчас я объясню. Я заслушиваю, я вам... Значит, это около тысячи человек, но никак не полмиллиона. А потом полмиллиона, ну, это просто практически невозможно. Поэтому вот чистая центральная власть в переложении на нашу действительность, это вот этот высший слой, который не то, что надо убрать, но просто надо сделать так. Не обязательно здесь, хотя, конечно, тут многих придется убрать, чтобы именно этот слой был по-настоящему чистым. Потом включится... Механизм самоочищения. Смотрите, вы можете представить, вот вы начальник, да, и как вы будете, в общем, подчиненным... Вам вряд ли захочется, чтобы подчиненный, и вы сделаете все. Вот вы такой чистый, кристальный, вы цените свое такое качество, вы сделаете все, чтобы подчиненные у вас не воровали. Ну, постарайтесь. Это не гарантирует, конечно, но постарайтесь. И приглашать будете тех людей, в которых тоже более-менее уверены. Поэтому вот сверху вниз от этой чистой головы пойдет это оздоровление. А в какой момент в России была вот такая кристально чистая власть? Я не говорю, что это было. Нет, мне просто интересно ваше мнение. Была такая власть или не была? Ну, наверное, в советские времена почище было. Не будем идеализировать. То есть вы хотите... Юлия Анатольевич, вы хотите сказать, что при товарище Сталине воровали так же? Я в данном случае имел... Только воровали, понимаете, тут термин неправильный. Дело в том, что я тоже специально это анализирую. Значит, мы получили оденеженную форму сейчас. Она была неденежная. А чем же? Благами. Какими? Социальными. 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 Может быть, в первые годы после революции этого не было. Там другая была разборка. Хотя тоже есть сомнения. Они же не присваивали себе эти социальные... Они же не пилили те средства. А им не надо было пилить. Им не надо было... В том-то, что им не надо было пилить. Извините, пожалуйста. Социальные блага, когда я иду на госслужбу, и мне говорят, вот у тебя будет квартира, дача, домработница и так далее, и так далее, это абсолютно нормально. В какой стране вы это видели? Подождите. А мы сейчас сравниваем нашу страну. Я говорю сейчас о сталинском времени. Так это и есть коррупция. Нет, это не коррупция. Вот в том-то дело. Это не коррупция абсолютно. Вот сейчас происходят две очень интересные вещи. Значит, одну секундочку. Значит, президент Соединенных Штатов, когда ему говорят, Вася, будешь президентом, вот тебе будет Белый дом, Моника Левинский и все остальное. Нет, Моника Левинская не входила в это. Она была стажеркой. Не важно. Это аппарат Белого дома. Хорошо, будет Кэмп Дэвид, будет резиденция. Будет Кэмп Дэвид, будет резиденция. Я же не об этом говорю. И дача на Мартове неправда. Ровно то же самое. В какой стране у чиновников, кроме президента, есть государственная дача? Вот вы мне ответьте на этот вопрос. В какой стране? Нету таких стран. Вы говорите о резиденции главы государства. Это совершенно другая задача. Госдача это не коррупция. Это не коррупция. А вот ежели я пользуюсь тем, что я стал руководителем департамента в НКВД, расстреляя Юлия Анатольевича, заберу его дачу в Малаховке. Я его угадал? У вас есть дача в Малаховке? Нет, у меня вообще нет дачи. Какая жаль. Никогда не была. Ну, Игорь, наверняка, ждет. Ну, не важно. К этому другое отношение. Вот это называется коррупцией. Коллеги, я вам все-таки... Давайте мы сейчас не будем обсуждать Сталина. Почему не будем? Потому что давайте вернемся в нашу реальность. А почему мы не будем обсуждать Сталина? Потому что я вас подвожу к мысли, что это единственный возможный вариант. Нет, нет, нет. Я сейчас объясню. Тут на самом деле это не Беном Ньютон. Единственное, в чем, на мой взгляд, не прав Игорь, дело все в том, что есть такое... Вы сразу говорите, какой из Игоря, потому что... А, я прошу прощения, Игорь, я и отчество не знаю. Алексеевич. Хорошо. Дело все в том, что то, о чем говорит Игорь Алексеевич, это действительно слой так называемых политических назначенцев. Он, в принципе, должен меняться в результате выборов. В Соединенных Штатах, так и известная система Spoil System, при которой при смене президента, я назову вам цифру, меняется 1200 высших чиновников. Это совершенно другая задача. Это вопрос снятия политических чиновников. Если бы у нас были только политические, двумя руками за, но в тех же Соединенных Штатах, чтобы цифры было понятны, есть еще 7 тысяч государственных чиновников, высших, которые не относятся к Spoil System. Они не назначаются после выборов. Но эта верхушка у нас прогнила, и эта часть. Понимаете? Поэтому не 1200. Это совершенно другая задачка. Значит, вообще сегодняшний государственный аппарат, он как бы должен делиться на две части. Одна часть — это политические назначенцы. Это нормально. Когда у вас на выборах меняется политическая партия, которая побеждает, она занимает определенные посты. Это нормально. Но есть еще часть, которая не должна быть вообще замешана в политику. Принципиально. У нас, к сожалению, ну если это можно условно назвать политикой то, что у нас происходит, у нас все это проросло до очень низкого уровня, в той части, где этого быть не должно. И чистить надо вот до этого уровня. Вот в чем разница. Ну, знаете, есть реалии. Ну, реалии. Но это не соответствует реалиям. Ну, о чем? Все, это не так, что ли? Ну, полмиллиона человек вы не уволите. Тем более, что среди этого полмиллиона большинство, я даже так скажу, они вполне нормальные работники. Ведь, ну, я надеюсь, вы согласитесь. Извините, просто тут не вмешаюсь. Воровать могут. Нормальные работники. У нас каковки... Что такое нормальные? Да, давайте я поднимусь. В данном случае мы обсуждаем коррупции. Не воруют. Не-не-не-не-не. Ой, я вас умоляю. А что вы меня умоляете? А я... Вы знаете, сколько я умоляю, я и знаю. Какой у нас объем коррупции. Значит, мне абсолютно все равно... Значит, может быть и хотели бы воровать, но далеко не на всех должностях есть такие возможности. Ой, расскажите, на каких есть. А вот сейчас я вам так и скажу. Лучше на каких нет. Расскажите, где можно... Не в эфире я буду рассказывать. Почему? А то все узнают. Ну что вы? Нет, все правильный подход. Мне интересно KPI чиновников. Как вы меряете не то, что нормальность. Не воруют, не воруют. Это не KPI. А его эффективность. Если он ворует, это уже второй вопрос. Но есть некие эффективные параметры его работы, по которым можно судить. Этот чиновник свою работу делает. В данном случае, я не понял, вы допускаете. Пусть воруют. Главное, чтобы работа была эффективной. Нет, одну секундочку. Не надо мне приписывать то, чего я не говорю. Нет, я же уточняю. Я в данном случае просто этот аргумент вообще убираю в сторону. Меня интересует, как вы меряете KPI чиновника. Ну, то есть как бы его ключевые для радиослушки, кто не знает, какой KPI. Ну, в любых частных корпорациях существует. Считается, что вот есть определенные... Как бы я опять забываю это слово в переводе на нормальный русский язык. Короче, реперные точки, по которым мы можем оценить эффективность того или иного работника. Вот оцените мне, пожалуйста, эффективность чиновника. По каким параметрам? Если говорить в целом, целевые показатели, можно сказать в целом, социально-экономическое развитие, можно взять по отраслям, тоже здравоохранение, достигаются, да? И это прилично, это хорошие показатели. И достижения, в общем-то, соотносятся с теми ресурсами, которые затрачиваются. Сегодня в чиновнике в здравоохранениях работают отлично, я хочу понять. Я не понял. Ну, дайте я договорю. Да-да-да, ну, прошу прощения. Я говорю о том... А ведь так мирно все начиналось. Игорь Виттер... Да у нас все мирно. Я в данном случае уточняю уже, какой, но не я же. Так, ну что, скоро перерыв. Да, вы чувствуете это тиканье. Слышите, дзынь, это разбилось в мое сердце после выпуска новостей. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Это продукт с Игорем Виттерем. Напоминаю, телефон в студии 6510-99, 6, код города 495, или на странице нашей программы, финана.финам.фм. А в гостях у меня Игорь Николаев и Юлий Несневич. А, Игорь, мы вас, кажется, перебили вот этим тиканьем. Так вот, эффективность работы, она меряется, собственно. говоря, задачи, которые ставятся, их можно оцифровать. Вот вам и KPI. Они достигаются. Трамплины были построены за полтора миллиарда или за восемь. Но есть разница. И можно на основании этого делать, собственно говоря, и выводы. Работал эффективно или неэффективно. Если показатели не достигаются, если сумма необходимого финансирования... Подождите, подождите, вы меня не сбиваете. Я? Меня, во-первых, все равно не возбуждено. Я, может быть, и рад, но я же, вы знаете. Никогда. Да. Вопрос следующий. Значит, мерить по трамплину его стоимости, это, конечно, хорошо. Но задать вопрос, а какой... Ну, поскольку нам товарищ Путин теперь запретил матом в СМИ ругаться, да? А какой добрый человек вообще придумал проводить Олимпиаду, где эти трамплины будут стоить полтора или восемь миллиардов, это тоже, вы знаете, вопрос очень уместный. И померить кипя еще и этих чиновников. Обязательно надо, согласен. То есть температуру-то надо мерить не только подмышкой, простите за аналогию. Конечно. Надо обоснованность решений еще оценивать, которые принимают чиновники. Вот. А дальше просто... Понимаете, можно, конечно, посчитать, сколько стоил мост на остров русский, а можно подумать... А надо ли было вообще строить этот... Да, и делать никому не нужный филиал университета, куда никто не поедет, да? Да, да. Вот, между прочим, некоторые восторженные люди на днях вернулись из Сочи и убеждают меня, что это все прекрасно, там новая Швейцария. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. Поэтому мне тоже хочется им задать несколько вопросов. Хотя, может быть, это и так. Знаете, Афины 2004 года тоже производили хорошее впечатление со всеми их олимпийскими новостройками. Нет, я на самом деле знаю, как минимум, один город, чей облик Олимпиада преобразила. Лондон. Нет. Там прибыль была. Нет, я сейчас не о прибыльности говорю. Чей облик Олимпиада таки преобразила и сделала, в общем, позволила совершить громадный рывок, это Барселона. Вот это вот пример работы чиновников. Более того, я знаю пример, опять-таки, мы вчера с господином Сониным вспоминали, я знаю фиктивный пример работы чиновников, когда бывший мэр города Нью-Йорка, товарищ Джулиани, вместе с комиссаром полиции, еще одним человеком, практически полностью перестроил город, вот махину эту развернул. Да, то есть как бы 90-е годы Нью-Йорка, это опять-таки модель идеального чиновничества, но там не пришлось увольнять всех. Политическая воля, о которой мы говорим. Нет, там был немножко другой. Да ну. Опять же, дело в том, что реформы по-разному надо проводить при разных стартовых условиях. Вот если у вас чиновничество, я тебе говорю, идеальное, оно, по крайней мере, в основной своей массе структурировано, у него есть некая система, когда работают не в основном неформальные правила, они есть, но в основном все-таки работают формальные. Тогда можно перестраивать то, что делает Джулиани. А когда у вас вся эта чиновничья структура построена в основном на неформальных правилах, вы ее никогда не переделаете. Ну, вы знаете, я готов с вами подспорить, потому что, например, управление полицией Нью-Йорка было полностью коррумпировано. Я в 91-м году общался с управлением полицией Нью-Йорка. И? В качестве кого? Ну, я, так сказать, специально мы приезжали из России, тогда познакомились с работой полиции Нью-Йорка и Чикаго. То есть это было Дара Эймонда Келли? Ну, да, да, да. То есть это было, когда в Нью-Йорке был Диккенсен, когда были погромы в Краунхайдс? Да, да, да. Когда там была вообще очень серьезная, так сказать, межнациональная атмосфера. Вот я все это знаю. Вопрос заключается... Я не говорю, что все это, кстати, идеальные, все бескарестные. Вопрос, что является доминантом. Понимаете? Вот если у вас все-таки доминанта при всем том, что существует, все, о чем вы говорите, но доминанта все-таки это формализованные правила, тогда можно перестроить. Если у вас доминанта при наличии написанных законов и инструкций неформальной отношения, вы ничего не перестроите. Вот ничего не перестроите. А, Игорь, если брать пример Грузии, например. Вот, кстати, Грузии. Я вам два примера приведу. Давайте. Там две истории знаменитые. Мы все знаем немножко про МВД грузинское. Совершенно недавно. Очень интересное. Там оказалось, что почти то же самое было сделано судейским корпусом. А вот это вот ключевые точки. Понимаете? Что было, скажем, сделано с МВД? Там уволили всех за штат. Вы скажете, что там маленькая страна, я понимаю. Дальше с помощью действительно американских инструкторов взяли бывших военных, тех же грузинских. Они не с потолка появились. Это люди не с другой планеты. Их переподготовили. Им ввели очень приличную зарплату. Им ввели очень серьезный социальный пакет. Но там сделали еще одну вещь. Сегодня полицейские участки в Грузии стеклянные. Я в курсе. И приблизительно то же самое было сделано судебным корпусом. Значит, я смотрел изменения уровня коррупции в этой стране. С 2004 года резко падает коррупция. Еще не идеал. Далеко не идеал. Но по сравнению с тем, что происходит сегодня в постсоветских странах, то, что сегодня в Грузии, это в два раза приблизительно. Вы знаете, Юлия, я не знаю, как вы умудрились мне в очередной раз наступить на больную мазурию. Я понимаю. Я всегда... И даже не знаю, как вы это умудрились посчитать. Но, как было сказано у Шварца, на это господин Дракон велел сказать. Посмотрим, да. Нет, не посмотрим. Я могу вам сказать, что я постоянно общаюсь с людьми, которые и ездят в Грузию, и живут в Грузии, и жили в Грузии. Вот за этой замечательной стеклянной витриной, прозрачной, коррупционной... А мы, кстати, недавно помним скандал в тюрьме, да? Есть. Что значит есть? Это значит, что это не перегибы на местах Юлии. Нет. Вы только меня не дослушали. Я же говорю, что там все идеально. Я говорю о том, что вот скандалы в тюрьме, это немножко из другой оперы. Да ну! Безусловно, но это не коррупционная история. Скандал в тюрьме, это не коррупционная история, это политическая история. И давайте не путать две вещи. Вы знаете, вы меня простите за некую грубость, но опять-таки возвращаясь к Нью-Йорку, была там такая, если мне дай бог память, по-моему, в году 95-м, и знаменитая история с Абнером Луимой, когда полицейские поймали некого гаитянского эмигранта и изнасиловали его вантузом. Точно так же, как грузинские полицейские там, тем же, по-моему, и насиловали. Так вот, когда у вас вантуз в известном месте, вам все равно коррупционная эта история, политическая ли эта история, это значит, что все равно прогнило и не работает. Нет, не все. Вот уже начинает работать. Другое вопрос, что не все сразу решается. Тут я тоже не идеалист. Я не считаю, что мы завтра всех уберем, поставим новых, и все будет замечательно. Сказали, полмиллиона надо убрать. Я говорю, что это невозможно. Это практически нереализуемо. Это невозможно, потому что увольнение полмиллиона, даже если им есть куда идти, это, конечно, не мармеладовые у нас. А потом надо учитывать, а кто придет. Ведь если мы думаем, молодые придут, да молодые во многом заражены. Да, я, кстати, как раз, вот я только вчера, у меня был, Игорь, у меня только вчера был разговор, я преподаю. И у меня был разговор с одним молодым человеком, и это известная, кстати, статистика, что большинство молодых людей, особенно со специальностями, хотят идти чиновникам. И почему они хотят, мы тоже прекрасно понимаем. Да, они особо не скрывают. Они не хотят служить. Вот, правильно, правильно. Но это не все такие. Это не все такие. Вот не надо считать, что тут тоже сумма. Не все такие, но те, кто хочет, значительно с вами. Так вот таких не надо брать. А другие не хочу. А вы расскажите мне, пожалуйста, в очередной раз, я каждый в эфире, по-моему, уже историю повторяю, в таких случаях покойный Остепа Медельштам, когда Канегейсер убил Урицкого, задал ему один всего лишь вопрос, тебя-то кто судьей поставил? Вот расскажите мне, при этом, при всем, значит, чиновников старых менять на новых нельзя, потому что молодые ровно такие же. Нет, нет, я не говорю, что ровно такие же. Вот только мы с Игорем расходимся. Но не брать, а кто будет решать, брать или не брать? Те же коррумпированные люди, те же с самой заинтересованностью. Нет, нет. Значит, во всем мире, кстати, эта задачка, она известная, она тоже не Беном Ньютона. Во всем мире создаются специальные комиссии, которые занимаются кадровыми вопросами чиновников. Не само ведомство занимается, а специально вынесенные системы. Это должны быть как чекисты, кристально чистые. Ну, должны быть, я с вами согласен, должны быть как цередина Цезаря вне подозрения. Ну, а где мы таких возьмем? Ну что, у нас нет людей в стране, которые честные, у нас все уже совсем такие, да? Нет, я не говорю, что их нету совсем. Я говорю для того, чтобы перестроить. Значит, во-первых, они-то, может быть, и кристально честные, но я веду к тому же, я знаю очень много чиновников и знаю, что они коррумпированные чиновники, но они профессионалы высочайшего класса. Вот это постановка вопроса, она в корне, не может быть коррумпированным человеком профессионалом высочайшего класса. Вы мне извините, это несовместимые вещи. О гении злодейства у нас опять-таки несовместимы. Несовместимы. Вот это беда-то как раз, вот именно вот эта идея погубила нас в 90-е годы, когда идея была в том, что мы тут нифига не понимаем, давайте пригласим профессионалов. Вот мы и пригласили. Как говорит мой любимый Руслан Семенович Гринберг, нас погубила московская интеллигенция, которая считала, что колбаса, она производится из свободы. Нет, ну не надо. Как это нет? Не утрируйте, не утрируйте. Колбаса из честности тоже не производится, не поверите. Нет, конечно, вопрос-то был-то в другом. Я знаю изнутри эту ситуацию. Когда пригласили так называемых советских профессионалов, весь профессионализм с точки зрения управления заключался в том, что они принимали решение, так, как было принято в Советском Союзе. За всех, как там вместо встречи изменить, про маму твою не скажу, не знаю, папаша Шнифер был известный, громил сейфы словно косточки в компоте. Так вот, за всех не скажу, не знаю, а вот ежели бы сейчас в политику вернули Примакова, Герасченко, Громыка, кстати, того же. Вот уверяю вас, что... Примакова, позвольте сильно посомневаться, я просто знаю продолжение некоторое. Ну, хорошо, мы можем посомневаться. Пару звуков-то радиусу. Да, конечно. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поделиться своим мнением. Я думаю, что здесь все-таки необходимы репрессивные меры, потому что, ну вот недавно примесь, ну не так, что оно было, Мурнагинска, там на него завели уголовное дело, поставили исполняющим обязанности его там, ну, в общем, его функции проходит два, может быть, три месяца, и опять на него же, на этого исполняющего обязанности завели уголовное дело. Я считаю, что это, в общем-то, некая болезнь, которую нужно лечить именно хирургическим путем. Расскажите мне, пожалуйста, Вячеслав, только если можно приемник сделать, потешить, потому что у вас там какие-то шумы. А вот в Китае, например, чиновников регулярно расстреливают, да? И это абсолютно не помогает. Я тоже, кстати, за репрессивные меры, но, к сожалению, они почему-то не работают. Я за них в любом случае работаю, а они не работают. Если мы расстреляем полмиллиона чиновников, я думаю, что в стране станет, во-первых, свободнее на дорогах, жить, может быть, станет веселее, но, к сожалению, меры не работают. Спасибо, Вячеслав. Андрей Николаевич, здравствуйте. 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 Вы очень интересную тему поднимаете насчет эффективности, помимо вороватости. Тут лежит на пути эффективности работы чиновников бюджетное правило и сам бюджет. Чиновник, он не имеет права выпрыгнуть из тех пифр, которые ему принесли вместе с бюджетом утвержденным. А отсюда вопрос эффективности работы чиновника, он заключается в том, чтобы он только эти деньги потратил, но никак неэффективно израсходовал. У него это не прописано никак в его деятельности. Вот такая вот беда. Спасибо большое. Вот, кстати, Константин опять-таки пишет, какая пенсия у чиновников к вопросу о мотивации. Константин опять-таки пишет, а если уволить полмиллиона и новых, не набирать просто оставшихся, заставить работать? Нет, сократить само собой надо. Мы даже это не обсуждаем. Полтора миллиона в стране точно не нужны. Олег пишет, не понимаю риторику ведущего. Если чиновники работают, но фактически не нужны, то увольнять их не нужно. Я не говорил, что чиновники работают. Я говорил о том, что некоторые чиновники, которых я знаю, это высочайшие профессионалы, и заменить их просто кристально честными людьми, не профессионалами. Честный человек — это не профессия, я с вами согласен, безусловно. Тут мы как бы не надо все время в крайности вправе попадать. А потом, вы знаете, я вообще скептически смотрю народ человеческий, думаю, что человек, оказавшийся в нужное время, в нужном месте, при том, что не меняется сама система, не становится... — Ну, а вы сказали самое главное. — Абсолютно на этом месте он действительно... Игорь на меня так смотрит, вот я просто прикидываю, с хитрым ленинским прищуром. Вот думаю, если Игорь там сегодня посадить на хлебное место... — Игорь уйдет просто. Там часть уходит, а часть приживается. Игорь уйдет. — Игорь мне лучше пытается сейчас бровями и глазами показать. Может, вы все-таки уже заговорите, Игорь Алексеевич? Хватит меня гипнотизировать. — У нас время есть еще? — Есть, есть. — Сейчас, правда, опять тикань раздастся, но потом будет еще минут 15. Нет, пока говорите, говорите. — А что? Опять... Я не согласен, что 500 тысяч надо увольнять. — Вы знаете, сколько было чиновников в Советском Союзе? — Это абсолютно нереалистично. — Сколько? — Вот по разным данным... — Да что ж такое-то? — Дайте... — Ну, в очередной... — А сколько было чиновников? Может, вы знаете, Игорь Алексеевич, сколько было чиновников в Советском Союзе? — Меньше миллиона, это точно. Я могу точно сказать. По данным данным от 4 до 600 тысяч. — Это на весь Советский Союз? — В Советском Союзе при населении почти в два раза больше. — Здесь это не такой простой вопрос. — Не простой, там нелинейная зависимость, я согласен. — В том-то и дело, поэтому здесь сравнения, они такие. — Ну, оно все-таки очень... — Расписавшийся Константин говорит, а вы не пытались посмотреть на Китай с другой стороны? Если бы не расстрелили, воровали бы меньше, воровали бы больше. Продолжим после. Ну что ж, продолжаем продукт с Игорем Виттелем. В гостях у меня Игорь Николаев и Юлий Несневич. И мы наконец-то попытаемся дать Игорю слово. — Игорь, на самом деле, вот просто давайте не цепляться за количество чиновников. И опять-таки, знаете, был такой анекдот советских времен, что на конкурсе политических анекдотов первое место занял сантехник Сидоров. Со словами тут не трубу, а всю систему менять. — Вот, это старый советский анекдот. — Вот, и я пытаюсь понять, как менять эту систему, можно ли ее оптимизировать. Я не спрашиваю, там, сколько километров труб сейчас нужно. Может быть, как-то можно перестроивать для того, чтобы она работала эффективно. А может, трубу уже прогнили, и новую надо строить совсем по-другому. Объясните мне. — Я и пытаюсь объяснить. Значит, к сожалению, реалистичность такова, что уж если кого мы и можем поменять, то это самый высокий слой. Вот попытаться сделать их кристально чистыми, как я уже сказал, оттуда пойдет это. — Юля, да, тоже не подавился. — Не смейтесь. — Я вам не прощу смерть, Юля. — Да концентрируйте усилия на этом. Не надо с коррупцией бороться везде, знаете, чтобы вот эти все полтора миллиона были. Это, во-первых, далеко не все. Большинство из них никакие не коррупционеры, а достаточно нормальные работники. Хотя кто-то, возможно... — Кое-где у нас порой. — Нет, я не хотел сказать, что ворует, а просто, ну, занимает это место, а это место вообще не должно быть. — Я не очень понял. — Ну, а концентрация на этом, вот, чистые, кристальные, это вверх. У нас рыба, как известно, да, откуда тухнет. Ну, давайте тогда вообще с головой наводить порядок. — Статья в уголовном кодексе за призывы к смею. — Вот, это Игорь у нас революционер. — Нет, Игорь, нет, я просто не очень понял. Игорь, значит, в первой части передачи он сказал, что начни с себя, а теперь типа с головы рыбы. — Нет. — Значит, не с себя, это имеется в виду, голова — это то себя, о чём я говорил. А когда у нас сейчас борются по всем фронтам, понемножку и везде, то получается... — То есть не бороться с ними. — ...показуха. — А как? — Нужна концентрация. Знаете, когда у вас проблема выросла до такой величины, нужна концентрация усилий именно на этом. А вот так вот, вот так вот, вот мы и имеем. — Это что, агитация за честные выборы пошла? Я не очень понимаю. — Агитация к революции пошла в чистом виде. — Это просто стратегия борьбы. Это, знаете, концентрация, так как хотите, можете Полинский называть, там звено, за которое можно вытянуть. — Я уже Юрий Анатольевичу однажды в эфире задавал этот вопрос и не получил на него ответа. — Как это? Я вам всегда честно отвечаю. — Нет, а вы просто... Нет, я не говорю, что вы нечестно ответили. А у меня есть любимый вопрос, на него только один человек тут пытался как-то ответить. Да, там вышел рейтинг Форбса по госзаказам. На первом месте Ротенберг, да? Я говорю, скажите мне, пожалуйста, вот от того, что это Ротенберг, а не Анисневич, вот что конкретно меняется? Ротенберг дороже строит, дешевле строит, неэффективно работает, эффективно работает. Покажите мне, КПА, почему как бы он не может быть эффективным, несмотря на то, что он был в одной секции дзюдо там с Путиным? Меня интересует конкретно, если он строит в 10 раз дороже дороги, и это для страны огромная потеря, чем могли бы, да? И 90% уходит к нему в карман, то он, сволчи, должен сидеть в тюрьме. А если он работает эффективно, то чего вы пристали к тому, что он с Путиным в одной секции дзюдо? Расскажите мне про этих кристально-честных, только вот с примерами денежными, желательно. Мы же признали, проблема есть, мотивации, коррупции, все признали, и власть признала, мы об этом говорим, а вы говорите кипяй. Нет, нет, тут вопрос не в кипяй. Значит, если есть проблема, решать ее надо так. Вы говорите про самый высокий уровень, вот я вас про самый высокий уровень не спрашиваю. Я говорю, это высшее, это, по моим оценкам, около тысячи человек, вот, те, кто назначаются, освобождаются указами, решениями правительства. А у нас со всеми. И тогда вот в отношении именно этих людей вводите такие особые меры, которые позволили бы очистить этот слой чиновничества. Вы признали проблему? Да. Тогда бейте, вот, но бейте, наверное, не то слово. Товарищ Сталин, в таких случаях, по легенде, говорю, у меня для вас нет других писателей. Ну, послушаем наших радиослушателей, если не возражаете. Александр, здравствуйте. 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 Вот к предыдущему вопросу, значит, в чем была эффективность при советской власти, когда расширили кадровую базу управления до границ всего общества? И второе, из негодяя сделать честного человека практически невозможно. А если человеку не хватает компетенции, то при условии, значит, его определенных усилий и способностей, его можно подтянуть на определенный профессиональный уровень. Спасибо большое, Александр. Не очень понял, что такое расширить кадровую до границы. Поговорим с Олегом. Олег, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Давайте я, ну, дискуссию худшую, что, да, меня немножко вот что смущает, ну, не немножко, а сильно. Обсуждаем чиновников, коррупцию и так далее. Я, может быть, заблуждаюсь, да, но для меня это вопрос, вы как, может быть, более следующие люди, скажите мне. У меня есть великое подозрение, что если мы все-таки бизнес, ну, представим себе, поднимем на нужный уровень хотя бы, когда бизнес будет реально управлять экономикой, когда бизнес начнет приносить пользу, да, и когда бизнес будет регулировать, в общем-то, наши взаимоотношения в основном, да, ну, я не говорю сейчас об обоих человеческих, я говорю об экономических. У чиновника должна заметно упасть. Я понимаю, что в той же Германии, предположим, да, там есть эти чиновники, понятно, они какие-то, так сказать, я говорю, там, условно, об идеальной модели. Но они не спят, они технические фигуры. Спасибо, отвечает Александр Друсь, Игорь. Игорь Николаевич, я вам уточняю. Дело-то в том, что, может быть, так и хотелось бы. Вот когда бизнес поднимется, тогда будет он играть такую роль, и, в общем, чиновничество. Ну, да, кто ж ему даст подняться-то? Дело в том, что поднимется бизнес или не поднимется, зависит от тех же чиновников. Конечно, бизнес-то сейчас построен кем? Вот эта вот сценка из Пикалёва, ручку верните, да? Вот это наш бизнес крупный такой, частный, независимый. Поэтому... И слава богу, что он такой независимый, потому что, ежели бы господину Дерипаске, а сверху не говорили ручку верни, то господин Дерипаска развернулся бы в Пикалёва покруче, чем Маргарет Тэтчер с шахтёрами. Уж простите, что я таскаю труд железной леди, который день... В данном случае это образ, да? Да. Образ бизнес построен, да. Ну, какой он там частный? Мы хотим что-то, какой-то эффективности от частного бизнеса. А я считаю, что у наших олигархов вообще не должны быть никакого бизнеса. Бизнес, который... Договорились. Бизнес, полученный нечестным путём, должен быть приватизирован и роздан народу заново. Ну, договорились. А что, нет. Я считаю, это я про олигарха говорю. Я за мелкий и средний бизнес. Я считаю, что крупные состояния в нашей стране, безусловно, нажиты нечестным путём и неэффективно управляются. Вот о мелком и среднем, хорошо. И о влиянии чиновничества. А вот это вот тут я полностью согласен, да. Что чиновники задушили... Поэтому это идеалистическая картина, что бизнес поднимется, и он исправит чиновников. С этим согласен Виктор. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А приёмчик-то подберите, пожалуйста, что будет. Холодный пункт пробежался по спиням. От фразы, говорит, бизнес поднимется и должен управлять экономикой. А в плане вот оценки... Алеш. Да, я слушаю вас. В плане оценки деятельности чиновников. Таких, например, как Александр Занилович Меньшаков, который был, допустим, мастером везде. Как и в государственных делах, и в войне, и в воровстве. И будучи Клэмманом, ну, только за счёт своих остальных качеств, он избегал в высшие меры. Вы ещё Екатерину с фаворитами вспомните. Спасибо большое. Ещё один Виктор с нами на связи. Да, Виктор. Да, здравствуйте. В отношении мнений уважаемых чиновников, вернее, гостей, несомненно, они справедливо... У меня оба гостя бывшие чиновники. Я не был чиновником. Да, они справедливо говорят... Но во власть это были. В гостях не было. Дело в том, что они просто-напросто технически увидеть это не могут. Потому что они просто не Эйнштейны. Вы знаете, проблема... Эйнштейн говорил, что надо выйти за пределы проблемы, да? В рамках которых она создалась. Они не могут. То есть технологически, ментально выйти за... Поэтому они просто-напросто не видят. Они совершенно добросовестно, профессионально говорят о тех проблемах и как бы фантазируют, исходя из своей профессиональной квалификации. Значит, что можно сделать? Вот я, например, очень много времени посвятил как раз этой проблеме. И дело в том, что, находясь в Евросоюзе, например, в Финляндии, вот сравнить можно два построенные финнами коммуна. Ну, это моногород, Северстан, Мордашов, которым возглавляет Костомукша. Финнами построено 80... Покороче, идею свою изложите, пожалуйста. Идея проста. Вот представьте, команду коммуна, городок, 30 тысяч человек, 100 чиновников. Мы говорим, как бы, о самом низовом уровне муниципальном. Ну, и такая же Финляндия, например, 6 человек. Понятно. То есть вы считаете просто резкое сокращение количества чиновников? Нет, 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 ни в коем случае. Одной фразой можете сказать, что вы предлагаете? Могу. Значит, простая и одновременно сложная система. Сложная система заключается в том, что нужно полностью произвести перец, сгрузку. Для этого есть, но это долго объяснять. Понятно. Я не можете одной фразой, все, спасибо, Виктор, Юлий. Понимаете, дело в том, что вот вы все крутится вокруг одного, только никто честно не хочет сказать. Вот сменить вот этих самых, которых надо сделать в кристальности, известен только один механизм выбора. Вот другого пути, их нельзя сменить. Значит, давайте начнем с того, что тогда введем, давайте, честные выборы, давайте введем сменяемость власти, и тогда вот эта система начнет работать. Просто, Игорь, уходят от вопроса. А я вам на это отвечу, как человек абсолютно не билоленточный, что при кристально-честных выборах, при самых кристально-честных выборах, расклад в Госдуме был бы несколько иной. Ну, чуть-чуть. Нет, он был бы сильный иной. Он был бы не сильный. Нет, ну там, нет, ну я понимаю, там предыстория. А в верховной власти не произошло бы никакого изменения. Понимаете? Потому что поляна вытоптана. Вот, правильно, правильно. Я говорю, когда я говорю честных выборах, я говорю... А если вместо Путина был бы, не дай бог, Касьянов? Игорь, вы все время пытаетесь сказать, вот сегодня такая ситуация, какой бы вы механизм включали, он не сработает. Вот опять-таки мне не надо, я говорю про те механизмы, которые вы предлагаете. А единственное, что работают, это выборы. Другие механизмы для сменяемости власти не работают. Расскажите, это Ликванью вашему любимому. Ликванью не сменялся 50 лет. Ликванью 5 миллионов населения. Ликванью был человек, который... Почему 5 меньше? 5 миллионов в Сингапуре. Да ладно. 5 миллионов в Сингапуре. Значит, Ликванью 50 лет управляет страной. Но этот человек... Он уже не управляет, там сын уже. Он когда поставил сына, потом посмотрел, что происходит, убрал сына, поставил следующий, он остался министром-консультантом. Ну да. Про Сингапур я все прекрасно знаю. Но там другая ситуация. Это роль личности, одной личности в истории. Вот это замечательно. Главное, чтобы личность была. Нет. Так получается, что... Но это уникальный случай, это уникальный пример. Второй такой... Где еще такой пример? Южная Корея. Ничего подобного. Южная Корея демократия. Не надо. Когда была демократия... После всех скандалов, после всех скандалов с коррупцией, они пошли на выборы, убрали президентов, они ввели механизмы похожие... Южная Корея поднялась с колен и заодно с локтей при автократии страшнейшей, которая ни одному Путину в жизни не приснится. Значит, я еще раз говорю, вот это я специально этим занимался. У нас любимый разговор, что автократия может... При кристально честном генерале. Подождите, значит, вы... У нас есть пять случаев, вот так называемой авторитарной модернизации. Их всего пять. У нас 194 страны в мире. Значит, о чем мы говорим? Есть случаи, когда это срабатывает, но очень в локальном месте. А есть случаи, когда и выборы не срабатывают. Есть случаи. Я же не говорю, что это идеальный случай. Демократия для экономики никакой связи не имеет, о чем мы срабатываем. Есть. Вот на самом деле есть. Никогда в жизни. Вот на самом деле есть. Да мы с вами об этом неоднократно спорили, Юрий Анатольевич. Мы будем спорить, потому что даже очень уважаемые мной экономисты, которые выдвигают замечательные теории, сегодня упираются в то, что они ничего сделать не могут, пока работает не так политическая система. Слушайте, вам привет от профессора Сонина. Не надо мне профессора Сонина. Я к нему хорошо отношусь. Вас примерно клонируют, что ли? Вы уж меня извините, но все время вы говорите одно и то же. Вот без честных судов... Невозможно. Безусловно. Кстати, в Сингапуре честные суды, между прочим. В Сингапуре честные суды при жесткой системе. Я и предлагаю вам сингапурский вариант. Только с нормальной личностью в истории. Ну невозможно. В стране в 100 миллионов стоит такую модель сингапурской в чистом виде. Да нет, это я предлагаю сингапурский вариант. Нет, это я предлагаю сингапурский. Чистая состральная власть. Это я буду говорить. Правильно. Но вы оба приходите, чтобы без честных выборов на нее никак. Никак не надо. Но вы выберете мне... Никак бы вы собой собой. Если вместо Путина вы, не дай бог, завтра мне выберете Немцова с Касьяновым, я пойду повешусь. Ради бога. Если вдруг появится такая политическая демократия... Вы слышите, это дико. Продолжим буквально через... Наверное, через неделю.